Первый молодежный парламент при Совете депутатов в Ленинском городском округе был создан в 2019 году. Срок полномочий – два года. Созыв подтвердил свою актуальность. Ребята продуктивно поработали, взаимодействовали с народными избранниками и с жителями, доносили до власти просьбы и предложения со стороны подрастающего поколения. В 2021-м пришло время обновлять состав. Интересная работа молодых парламентариев, которые должны максимально приближены быть к жителям, сами здесь, естественно, проживая, понимая, что нужно, чем помочь и как нам где-то поправить жизнедеятельность нашего территории, сообщать об этом, естественно, находясь в хорошем рабочем контакте и с Советом депутатов, и с администрацией. И вместе, я уверен, у нас получится реализация интересных проектов на территории. В молодежный парламент войдут 15 лидеров молодежного мнения Ленинского округа. Пятерых из них делегируют общественные организации, а 10 человек отберут путем прямых выборов, которые, видно, прошли сегодня. 1 апреля. Накануне кандидаты встретились с народными избранниками муниципального и областного уровней. У ребят была возможность расспросить почетных гостей о деятельности парламента и взаимодействии с депутатским корпусом. Мне кажется, они заинтересованы. Это самое главное для молодежи, чтобы было интересно. У них есть свои идеи, свои инициативы, и они их будут предлагать. Действующий состав Совета депутатов, конечно же, будет идеи эти фильтровать, лучше продвигать, помогать. И благодаря взгляду молодежи, совместно работаем, то и весь Ленинский городской округ будет двигаться вперед. Для Анастасии Матвеевой это вторые выборы в молодежный парламент. В первом созыве девушка успела себе показать, поэтому с уверенностью идет дальше. Намерена продолжать реализовывать проект «Форум по делу». Будет однодневный форум. У нас уже раньше проходил подобный по делу. Будет несколько направлений. Пока они держатся в тайне, мы приглашаем всех неравнодушных и всех, кто хочет принять участие. Больше информации будет, соответственно, в социальных сетях. Форум будет для молодежи, могут принимать участие старшеклассники и студенты. На избирательном участке, который расположился на первом этаже Дворца культуры города Видное, все как на взрослых выборах. Стол регистрации, кабинки, бюллетени. Проголосовать за кандидатов смогли люди от 14 до 35 лет. Мы очень рады, что такая активность со стороны молодежи, которые также и в избирательном законодательстве себя пробуют, и как парламентарии, скажем так, как будущие помощники депутатов. Подсчет голосов не займет много времени. Предварительные результаты станут известны на следующий день. А официальная информация о новом составе парламента в газете «Видновские вести» на сайте администрации округа должна появиться в течение пяти дней с момента голосования. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.